Итак, добрый вечер, коллеги. Начинаем наш вебинар, посвященный методологии COBIT-5 и учебному курсу по основам COBIT-а, который специалист предполагает провести в конце этого месяца. В основном, конечно, пойдем по методологии. Итак, COBIT-5. За ближайшие полтора часа мы познакомимся очень бегло и очень поверхностно с основными принципами и процессами, которые авторы методологии считают критически важными и необходимыми для управления корпоративными IT. Знакомство, повторюсь, будет достаточно беглым. В конце, вероятно, удастся провести небольшой крошечный тестик просто на предмет, какие слова запали вам душ, какие нет. И вы сможете принять решение, взвешенное и обоснованное, о том, стоит ли вам дальше знакомиться с методологией более детально на авторизованных курсах или нет. Надеюсь, что вы примете решение, что стоит. Итак, начнем. Для начала несколько буквально общих слов о том, что такое сейчас управление IT и почему нам для этого необходимы разные умные книжки, в том числе и COBIT. Совсем недавно цепочка создания IT, IT-шного продукта выглядела достаточно просто. Возникали некие бизнес-требования, затем IT-специалисты создавали решение, реализовывали проект по созданию IT-решения. Затем это решение внедрялось, начинало использоваться, и IT управляло этим решением. То есть, по сути, деятельность была операционной. Естественно, для этого IT были необходимы ресурсы, а с другой стороны, руководство компании каким-то образом управляло этим деятельностью, контролировало ее с помощью специальных инструментов. Что же мы получали на выходе? Ну, в общем, что-то. Конечно, какую-то пользу все это приносило, бизнес каким-то образом этим пользовался, получал результаты, которые его устроили. Встраивали, но назвать эту деятельность системной и сбалансированной достаточно сложно. Люди с большим опытом работы в IT меня поймут. Режим ошпаренной кошки был обычным режимом IT-специалистов. Естественно, это не могло не вызывать ни удовольства. И уже достаточно давно, еще в 90-е годы прошлого века, появились первые библиотеки, первые методологии, которые впоследствии сложились в то, что сейчас называется IT-сэм, управление IT-сервисами. Что же изменилось? По большому счету в самой схеме ничего. Но теперь мы управляем IT-проектами, которые создают IT-услуги. И результатом этой деятельности являются услуги. А эти услуги, в свою очередь, оказываются бизнесу и приносят ему определенную ценность. Ценность – одно из ключевых слов IT-сервисов. Соответственно, сама IT-сервисов в основном действует в тех областях, которые вы сейчас видите окрашены желтыми на слайде. То есть, помогает бизнесу сформулировать требования, обеспечивает необходимые ресурсы, управляет ресурсами с одной стороны, с другой стороны, предлагает руководству адекватные, удобные инструменты контроля, ну и, собственно, управляет IT-услугами и предоставляет их бизнесу. Зачем? Зачем это вообще все было нужно? Вот, опять же, обращаясь к практическому опыту, всегда в любом IT-проекте, всегда самое сложное – это понять, что хочет заказчик, бизнес-заказчик, а потом ему это предоставить, причем предоставить так, чтобы он увидел именно тот результат, на который он рассчитывает. И все это, как правило, в условиях достаточно жестких временных ограничений, финансовых ограничений и так далее. Это была половина дела. Вторая половина, если удалось реализовать решение, которое заказчик хотел… Вот, вторая половина проблем крылась вот как раз на этапе управления. То есть была потребность неосознанная оценивать качество предоставляемых услуг и оценивать привнесенные ими ценности, пользу, которую эти услуги принесли заказчику. Эту задачу IT-СМ тоже на себя взял и, в общем, достаточно успешно ее сейчас решает. Это часть, один из вариантов такого решения, мы с вами сегодня мельком посмотрим. И достаточно важной, значимой частью всего IT-СМ является методология COVID. Методология имеет достаточно давнюю историю, появилась на 2006 году. И создавалась она, была такая организация, ассоциация аудиторов, по-моему, хранения информации она называлась. Это были такие специальные люди, которые проверяли, насколько качественно хранится цифровая информация. И первая версия COVID была методическим пособием для аудиторов, помогавшим им оценивать, насколько хорошо хранится информация, насколько правильно она обрабатывается. Но с течением времени ассоциация расширяла свои интересы, появились задачи контроля, появился COVID-5. В COVID-2 появился, значит, 98-й год, 2000-й в COVID-3, и уже появились вопросы управления метрики. Соответственно, потом, 5-й, 7-й год, две версии COVID-4, который, кроме, собственно, основной книги, включал еще две самостоятельные методологии, это All-IT, оценка стоимости, и риск IT, оценка рисков при IT-проектах. Но, тем не менее, все они считались единым документом. И, наконец, в 2012 году, то есть уже 3 года назад, да, 12-й год назад, да, появилась последняя версия COVID-5. У него опять поменялась структура, он включил в себя ценное содержимое из All-IT и риска IT. В России, в нем появилось достаточно много нового, и вот часть этого нового мы сегодня с вами немножечко на него посмотрим. Где же все это замечательное, все это применяется? Область применения COVID-19 достаточно своеобразна. Вот есть у нас некий бизнес, ну, пусть это будет банк. Почему банк? Потому что в финансовой сфере COVID-19 особенно популярна. В этом банке есть какие-то бизнес-процессы, которые каким-то образом обеспечиваются IT-отделом. Есть IT-услуги, есть управление этими услугами. Естественно, для того, чтобы эффективно управлять услугами, неплохо было бы управлять еще и IT-инфраструктурой. Вот у нас появляется еще один уровень. Раздельное управление IT-услугами и IT-инфраструктурой доказало свою неэффективность, поэтому у нас появляется управление IT в целом. И вот уже есть некая область, замкнувшая в себя практически все информационно-технологическое обеспечение банка. Естественно, в интересах банка сделать так, чтобы движение людей внутри этой области соответствовало движениям банка в целом. И у нас появляются задачи, связанные с координацией действий IT в соответствии с целями, стратегиями, стандартами предприятий. И опять у нас появляются элементы руководства. Это самое руководство эффективно и постоянно должно контролировать органы управления IT. У них появляются элементы контроля, появляются процессы контроля. Для того, чтобы этот самый контроль был эффективен, появляются роли аудитора. Вот, собственно, эта роль-то изначально была у авторов Коббита, у давнишних, у первичных авторов. И эта задача, роль аудитора проверять, насколько эффективно IT реализует цели, стратегии, стандарты предприятия. Так вот, вот эта вот группа из руководства и аудиторов, это те, кого мы можем назвать, тех, кого Коббит называет гаунс. Это руководство. Ниже это управление IT. То есть непосредственно реализация задач руководства. Так вот, Коббит своей деятельностью захватывает, как вы видите, значительную часть управления, аудита и чуть-чуть руководства. Он выступает, скажем так, источник советов о том, как связать воедино руководство предприятия, аудиторов с их инструментами контроля и непосредственно управление IT. При этом у него есть несколько базовых принципов, правил, которыми следует учитывать, и которыми руководствуются авторы, и несоблюдение этих правил сделает... Звука нет. Проверьте свой микрофон. С моей стороны вроде бы все хорошо. У меня звук есть. Я просто прошу прощения, я тут прерываюсь, поскольку у нас все-таки вебинар, и коллеги удалены. Я более подробно остановлюсь на этих принципах, ну, так, относительно подробно, скажем прямо. Вот, собственно, та область, в которой будет применяться Коббит. Немного о структуре самого, самой библиотеки. Сейчас вы видите обложку заглавной книги, так называемого фреймворка. Главная, так сказать, книга в библиотеке. Всего же в настоящий момент в библиотеке 7 книг, 7 книг входит в публикацию, условно поделиванных, так сказать, на три уровня. Верхний – это, собственно, фреймворк Коббит 5, который мы видели. Прошу прощения, не 7, а 8 уже получается. Затем идет уровень энейблеров, факторов влияния. Там предполагается 7 книг по числу факторов влияния. Собственно, вот в настоящий момент опубликованы две из них. Энейбл процессы и энейбл информация. Соответственно, процессы и информация. И уровнем ниже находятся так называемые профессионал гайдс, то есть книги, посвященные конкретному применению и более конкретным задачам, которые могут возникнуть при реализации идеи библиотеки. Туда входит Коббит 5 импланетейшн, руководство по внедрению, руководство, как вы видите, по обеспечению информационной безопасности. Ашуранс – это книга о оценке процессов. И отдельная книга по управлению IT-рисками, Коббит 5 риск. Пока остальные публикации из базовой библиотеки, заявленные, не выпущены, хотя анонсированы. Что касается перевода на русский язык, то, соответственно, Коббит фреймворк центральной книги переведена, уже опубликована официально. в Enable Process переводится, как, впрочем, риск и имплементейшн. Вот три книги переводятся. Переводится давно, но пока результат мне неизвестен. Сейчас тут у одного из коллег проблема со звуком. Секундочку, я постараюсь ее... Ну, если не решить, то решить я ее не могу, но... Я в чате вам дал телефон, позвоните туда. Это администраторская. Попросите системного инженера посмотреть. Может быть, он сможет чем-то помочь с вашим звуком. На чем остается? А, на публикации. Примерно в том же ключе строится и вся методология, весь подход. А именно, сначала мы говорим о базовых принципах, затем о факторах влияния, которые в виде принципа используют. Рекомендации по внедрению модель оценки процессов. Так примерно будет построен в том числе и ключ. Давайте перейдем сразу к значимым вещам, а именно к пяти принципам COVID. Принцип первый. Соответствие потребностям заинтересованных сторон. Заинтересованные стороны, они же стейкхолдеры, это очень значимая для всех IT-сэмовских методологий сущность. Для COVID это люди, или организации, или сообщества, заинтересованные в результате деятельности предприятия. Обратите внимание, не IT-предприятие, предприятие целиком. Обеспечивает соответствие потребностям стейкхолдеров руководство компании. И для этого перед руководством формируются три взаимосвязанные цели. Получение выгоды, оптимизация рисков и оптимизация ресурсов. Очевидно, что цели эти чрезвычайно связаны. Очевидно, что более высокие выгоды связаны с более высокими рисками. Неоптимизированные ресурсы снижают выгоды и так далее. Но само по себе вот такая формулировка, группировка целей будет совершенно недостаточной для того, чтобы руководство могло однозначно, эффективно определить, конкретизировать цели предприятия. Для этого существует каскад целей. Каскад целей Кобита насчитывает пять уровней. Первый уровень – это движущие силы заинтересованных сторон, то есть интересы собственных стейкхолдеров. Они влияют на формализацию целей руководства. Цели же руководства конкретизируются, детализируются в цели предприятия. Цели предприятия, в свою очередь, еще более детализируются и связываются с IT-целем. А уже из IT-целей вытекают непосредственно цели факторов влияния, которые, собственно, и обеспечивают эффективность выполнения этих задач. Вообще, каскад целей известен достаточно давно, в том числе и в Кобите. Это, наверное, самая популярная часть методологии. И это, пожалуй, единственная часть, которую можно использовать просто в лоб. Вот взять вот эту табличку с целями предприятия, перевести ее, ну, здесь она на английском, есть на русском, но цели можно просто перевести в термины вашего предприятия. Взять вторую табличку с IT-целями. И потом их просто связать и, что называется, радоваться. Но авторы методологии, зная, что это выглядит очень простым, предупреждают, что каскад целей – это не серебряная пуля. И от всех бед не поможет. Необходимо учитывать особенности и предприятия конкретно, и рынка в целом, и прочее, прочее, прочее. Этому посвящена целая глава в соответствующей книге. 17 целей и в табличке целей предприятия, и в табличке IT-целей, но это совершенно не означает, что все 17 вы обязательно должны привязать к своему предприятию, и все непременно установить какие-то связи. Вот не так давно я лично участвовал в проекте, где каскад целей использовался для обоснования проектов. Так вот, у нас было 4 цели предприятия и 6 IT-целей. Она обхватила с запасом. Да, узкая задача у предприятия была, но это как бы совершенно не влияет. Как и любая IT-самерская методология, COBIT это, по сути, конструктор. Да, в этом конструкторе он более жесткие правила сборки, но, тем не менее, конкретное применение того же самого каскада цели, как самого простого инструмента, требует адаптации. И связей может быть больше, чем 2. Вот я вернусь на слайд назад, даже на 2. Вот, тут есть, видите, связи с задачами. Это цели предприятия, в правой половине это связи с целями руководства. Гуговка P означает primary, as secondary, первичная, вторичная связь. То есть, для достижения целей руководства, первичного достижения вот таких-то целей предприятия. Но здесь те ориентиры, которые видны автором COBIT. Ровно точно так же могут быть связи между IT-целями и целями предприятия, установленные. И у вас их наверняка будет больше. И они могут существенно отличаться от тех связей, которые объявлены в книге. Пожалуйста, вслед за авторами методологии, призываю вас использовать это, но аккуратно. Второй принцип, который задекларирован в COBIT и который лежит в основе методологии, это комплексный взгляд на предприятие. Это единственный принцип, который не подкреплен конкретным инструментом из библиотеки. Но он же и самый политический из всех принципов. В первую очередь, это означает, приводит на простой русский язык, что авторы методологии категорически отказываются рассматривать бизнес отдельно, а IT отдельно. IT-служба – это часть компании. И это не обсуждается. Это такой же равноправный участник бизнес-процесса, как продавцы, производство, логистика, бухгалтерия и все прочие. Разница в том, что у IT несколько более сложные, более оригинальные, может быть, инструменты для достижения своих целей. Во всем остальном, такое же подразделение, как любое другое. И под это подводится определенная теоретическая база, а все остальное – это, если угодно, обеспечение вот этого комплексного подхода. Цепочка тоже достаточно понятная. Через цели руководства мы выходим на связь. Для достижения цели мы используем факторы влияния. Факторы влияния действуют на тех областях, которые мы объявили областями руководства. И для того, чтобы эта деятельность была достаточно эффективной, нам необходима реализация, правильная реализация деятельности отношений на более низком уровне. В частности, для этого нужны описанные связи между сотрудниками, между ролями. Базовые роли, базовые, еще раз подчеркиваю, базовыми ролями КОБИТ считает четыре. Это владельцы из интересованной стороны, органы руководства, органы управления и исполнители. Соответственно, владельцы делегируют органов руководства в полномочия по управлению предприятием. Органы руководства обозначают для органов управления общие стратегические направления, действия, стратегические цели. А органы управления уже раздает конкретная команда исполнителям, имея в виду достижение этих самых целей. Соответственно, исполнители отчитываются перед управленцами. А вот что характерно, управленцы сами по себе перед руководством не отчитываются. Существуют специальные инструменты мониторинга. Руководители следят за управленцами, контролируют управленцев без их практической участия. Ну, условно говоря. И в свою очередь отчитываются перед владельцами. Вот выстраивание этой иерархии с точки зрения Кобита даст возможность эффективно распределить зоны ответственности и добиться, скажем так, эффективности в достижении целей, в решении задач. Собственно, вот сам принцип же состоит в том, что вот такая схема иерархическая, схема распределения ролей и полномочий на предприятии должна быть одинакова для всех. Никакой специальной иерархии для IT строить не надо. Она должна быть общая для всего бизнеса. Следующий принцип – это принцип применения единой интегрированной методологии. Собственно, вот методология Кобит и есть та самая единая интегрированная методология. И Кобит действительно является цельным и единым подходом. Более того, Кобит вобрал в себя, особенно это заметно в пятой версии, Кобит вобрал в себя все то, что авторы сошли лучшим в других методологиях. Мы находим в нем следы IT, NOFA, стандартов и множество методологий. Я, например, некоторых из них только вот из Кобит и узнал, что они такие есть. Тут мы увидим и стандарты группы ISO, и TAGAF. Собственно, в одном из приложений полный список используемых методологий есть, он достаточно длинный. Целостность также обеспечивается тем, что факторы влияния, являющиеся основной частью методологии, универсальны и применимы не только к IT, но и к другим процессам. Особняком, конечно, стоят сами процессы, но они тоже описаны достаточно общие и известные примеры, когда Кобитовские процессы применялись не в IT-шной области. Таким образом, за счет соединения знаний множества разнообразных библиотек и методологий достигается вот эта вот интегрированность. У нас есть инструмент на всякий случай жизни. Принцип 4 – это обеспечение целостности подхода. Для него в Кобите существуют вот те, уже неоднократно напоминавшиеся факторы влияния, коих 7 штук. И они совместно, либо по отдельности, воздействуя на работоспособность чего бы то ни было, ресурсов, руководства, управления, исполнителей, достигают, с точки зрения авторов, условно говоря, назовем это единообразием результатов. Предполагается, что одинаковое воздействие дает одинаковый результат. Сами же по себе факторы влияния тоже структурированы. Вот вы видите структуру на экране. В нижней половине – это то, что можно условно называть ресурсами. Информация, инфраструктура, услуги и приложения, то бишь некая материальная база, и люди с их навыками и компетенцией. В верхней части инструменты, которые скорее инструменты управления, это процессы собственной структуры предприятия и культура, этика, поведение, правила игры, которые диктуются из предприятий. И все это вместе объединено и синхронизировано через факторы влияния политик, принципы и подходы. Артем, у вас получилось услышать звук? Судя по всему, нет. Ну ладно. Применение факторов влияния связано тесно с каскадом целей. Именно каскад целей, правильно сформулированной и построенной, определяет, какой фактор мы где будем применять, больше или меньше. Несколько слов о каждом. Ну, принципы политики – это понятно. Транслиция желаемого поведения в практической рекомендации. Процессы. Структурированный набор практик. Наиболее, наверное, понятный из факторов влияния. Наиболее детально описанный из факторов влияния. Однако, очень объемные, достаточно сложные применения именно в силу своей детализации. Оргуструктура. Иерархия совершенно необходимая для принятия решений. Это очевидно. Коби-то есть свои взгляды на то, как она должна использоваться. И это будет, я надеюсь, описано в соответствующей публикации. Ну, культура, этика и поведение. Все мы знаем, что люди – это главное. И правильные люди – это очень важно. Вот где их найти и как сделать тех, что есть правильными – это вот об этом фактор влияния культуры, этики и поведения. Информация. Ну, про информацию я чуть позже скажу несколько дополнительных слов, но ее значение трудно переоценить. И Коби-то очень серьезно к ней подходит. Причем речь идет не о информации, не только о той информации, которую хранит или которая оперирует IT. Это речь идет о любой информации, которая есть на предприятии, которая предприятию доступна. Услуги, инфраструктура, приложения. Ну, очевидно, это инструменты. Ну, и персонал, навыки и компетенции – это тоже, по сути, инструменты, тоже ресурсы IT, чуть более специфические, чуть более сложные управления, но, в общем-то, понятные, известные нам. У факторов влияния есть свои атрибуты. И это заинтересованные стороны. У каждого фактора влияния свои. У каждого фактора влияния свои цели. Причем достижение этих целей оценивается тремя способами. С трех сторон, скажем так. Прямое качество, контекстуальное качество, то есть, насколько цель принесла пользу не сама по себе, а в связке с другими, допустим. Да, и насколько цель доступна. Жизненный цикл фактора, его возникновение, развитие и утилизация. Ну и, собственно, практики, то есть, как факторы влияния реализуются непосредственно, так сказать, на местах. В свою очередь, все эти атрибуты управляются и контролируются, и есть соответствующие метрики. Мы их видим в нижней половине слайда. Делятся они, условно говоря, на метрики достижения цели, метрики применения практик, отложенные и опережающие индикаторы. Если по-простому, то одна группа метрик измеряет, насколько правильно мы идем в цели, вторая, насколько мы дошли до нее, насколько мы достигли цели, ну, если мы это уже объявили. Метрики – это, наверное, один из самых сложных моментов, на мой вкус. На курсе мы довольно много будем обращаться к этому, а сейчас, наверное, двинемся дальше. Ну, сейчас еще пару слов будет, конечно. Заинтересованные стороны. Почему они выделены для факторов влияния? Есть заинтересованные стороны в деятельности стейкхолдеры предприятия, а есть стейкхолдеры для каждого из факторов влияния. Причем они могут быть внутренними для предприятия. В любом случае, любое действие с точки зрения кобита должно иметь нужный кому-то результат. Если, например, слушал курс сайта, там вот разница между процессом и функцией в том, что у процесса всегда есть стейкхолдер. Вот, с точки зрения кобита, у любого фактора влияния, у любой деятельности есть стейкхолдер. Внутренний ли это внешний? Это уже вопрос, с точки зрения методологии, не главный. Цели факторов влияния формулируются для того, чтобы впоследствии можно было каким-то образом убедиться, что деятельность фактора влияния создала ценность. Причем ценностью, а значит целью, может быть не только результат работы фактора влияния, но и, собственно, сам факт его деятельности. Это самый нижний уровень каскада целей, поэтому там уже присутствует возможность конкретных измерений. Вот эти измерения, эти метоки, можно, условно говоря, разбить на три части, то есть прямое качество, то есть сколько там, допустим, в граммах, контекстуальное, не только сколько в граммах, но и насколько хорошо качество товара. И доступность и безопасность самих факторов влияния и результатов их работы, что по нынешнему временам тоже, в общем, немаловажный фактор. Жизненный цикл, ну, это очевидно. Любой фактор влияния и его компоненты возникает, развивается, исчезает. И этим жизненным циклом тоже нужно управлять. На каждом из этапов есть свои особенности управления и реализации достижения цели, факторов влияния. Но пока остановимся на том, что жизненный цикл у фактора влияния есть, мы о нем помним, мы им управляем. Хорошие практики. И это любимая тема. Да. Для каждого из факторов влияния мы должны определить практики. Хорошие, нормальные, лучшие. По сути, собственно, речь идет о том, как именно мы будем достигать цели, фактора влияния, как именно мы будем его применять. И, собственно, вся методология изначально, грубо говоря, строится на том, что в ней, вот мы вам предлагаем хорошие практики. Почему? Потому что, почему мы решили, что они хорошие. Нам это сказали люди, которые уже это пробовали делать. Если посмотреть, как развивалась методология, вот и Кобит, и Айтил, и Принц, отверстия к версии не сильно меняются. Потому что какие-то практики не проходят проверку временем, какие-то меняются. В результате мы действительно имеем набор полезных советов, полезных рецептов, которые мы называем здесь практиками, о том, как именно конкретно достичь желаемого результата. Причем, в отличие от большинства методологий, Кобит не только сам напоминает эти практики, но и дает ссылки на внешние своды знаний, внешние по отношению к Кобиту, где можно ознакомиться с теми иными практиками более подробно. Вот, собственно, такой вот один из инструментов реализации Кобит-5. Следующий принцип... Кто? Вопрос? Нет, вопрос нет. Последний из принципов это разделение руководства и управления. Вопрос, на самом деле, принципиальный и достаточно сложно усваиваемый, скажем так. Кобит считает и подтверждает это своими практиками, что руководство и управление два разных вида деятельности, требующие разных ресурсов и достигающих разных целей. Руководство более политическое, да, вот на слайде написано, да, обеспечивает уверенность в достижении бизнес-целей путем оценки потребностей сторон заинтересованных, условий и вариантов, заданий направления движений и оценку впоследствии производительности и эффективности деятельности органов управления. А вот само управление, в свою очередь, на более низком уровне, непосредственно планирует и реализует задачи, которые перед ним достаточно обще ставят руководство. И Кобит настаивает на том, чтобы эти области деятельности не пересекались. И для достижения вот этой разделенности служит процессная модель Кобита, которая включает в себя пять доменов, один из которых полностью посвящен только руководству. А четыре домена созданы, реализуют задачи управления. Пока на этом этапе, сегодня мы просто запомним, что разделение руководства и управление в Кобите обеспечивается процессной моделью. Ну и, собственно, к процессам и перейдем. Как я уже сказал, процессы разделены на пять доменов, а всего их 37 штук. Вот примерные структуры вы сейчас видите на экране. Многие из этих процессов описаны в других методологиях, написаны они в целом очень детально. Под процессом развивается некий набор практик, находящихся под управлением влиянием корпоративных политик и процедур, принимающих на вход ресурсы, в том числе от других процессов, и на выходе формирующие результаты, объявленные и ожидаемые стыкхолдеры. И эта деятельность, она проходит внутри каждого процесса, вне зависимости от его уровня. Просто разные входы и разные выходы. Это один из факторов влияния. Я уже об этом говорил. На общей схеме атрибутов и целей факторов он находится справа, в хороших практиках. Собственно, именно внутри процессов и сосредоточены все практики, которые предлагаются методологией для достижения целей. На курсе мы более внимательно познакомимся с процессами. Это достаточно большой кусок, процессов все-таки не много, не мало, 37. Они описаны методологией чрезвычайных деталей. Вот в качестве примера картинки из оригинальной книжки о том, как описан всего один процесс. Ну, в данном случае это процесс управления реквестами инцидентами. Так в Коббите сформулировано. Описание процесса, описание его целей. Сразу же здесь описание метрик по достижению целей процесса. Расси матриц. Расси матрица в Коббите есть довольно интересная. Вот роли в ней не меняются. Они все одинаковые для всех процессов. Меняются, понятно, практики управления, левый столбец, и меняются роли внутри собственной матрицы, кто в какой деятельности, какой активности внутри процесса, какую роль играет. Есть вообще полупустые. Ровно точно так же в Расси матрица одного из процессов есть иллюстрация того, что Коббит – это движевая структура. В одном из процессов есть деятельность, у которой нет ни одного использовала, ни одного исполнителя. Есть комментарии, что авторы, описывая этот процесс, так и не смогли решить, кто же должен делать эту работу. Решат? Поправим. Очень значимый, важный и интересный момент – это, собственно, входы-выходы. Для каждой из практик процесса есть входы и есть выходы. То есть, какие процессы вставляют внутрь информацию для принятия решения, и куда отправляется затем результат достижения процесса. Причем, обратите внимание, среди выходов есть слово internal, то есть, результат уходит куда-то далеко наружу. Такая табличка рисуется для каждой практики. Внутри практики выделяются активности. И вот получается достаточно подробное и объемное описание. Ну и, наконец, вот то, о чем я говорил, это ссылки. Откуда, где можно посмотреть описание аналогичного процесса, в каких методологиях, в каких библиотеках и так далее. Вот здесь мы можем видеть ссылки, в частности, на стандарты серии ISO и на ITIL. Ну, вот тут версии 3, на самом деле уже версии 3, но вот тут опять же вкрылась ошибка в нумерацию глав. Еще раз повторюсь, на курсе мы более детально познакомимся с процессами, разберем некоторые из них просто конкретно. И это довольно большой кусок знаний в рамках КОБИТа. Более того, это одна из тех частей, которые сейчас проработаны в КОБИТе наилучшим образом, скажем так. Ну, а мы пока двигаемся дальше. В чем состоит практика применения КОБИТа, собственно? Где и как мы его применяем? Ну, про область применения мы уже этот слайд видели. Я пробегусь по нему еще раз. И мы снова увидим эти области. Но, наверное, надо все-таки заметить, что КОБИТ в первую очередь это все-таки аудит. Он изначально вырос из-за аудита. И он никогда этого не забывает, и этого не стесняется. Основная задача методологии – дать инструмент для проверки того, насколько хорошо, в данном случае, IT выполняет свою работу. но эти аудиторы пошли дальше, и вместе с замечаниями о том, что вы тут вот делаете неправильно, они в состоянии дать квалифицированный и профессиональный совет, а как надо сделать, что надо сделать, чтобы данная задача решалась лучше. Что именно проверяет этот аудит? В первую очередь он проверяет стабильность. Основной критерий при проверке, при аудите КОБИТом IT-процессов – это постоянство. Соответственно, область применения, условно говоря, может быть разделена на две части. Справа мы их видим. Это внедрение системы оценки и аудита, оценки зрелости процессов, оценки соответствия КОБИТом. А с другой стороны, внедрение системы управления IT, отвечающей требованиям КОБИТ, то есть позволяющей достичь тех целей, которые формулируются в библиотеке. Вот, собственно, вот эта часть и есть та самая область применения КОБИТ. Опять же, мы видим здесь два уровня. реализация деятельности и оценка и аудит этой деятельности. Второе, наверное, ничуть не меньше, не менее важно, чем первое. Опять же, вспомним, откуда вырос КОБИТ. Естественно, первым шагом будет выстраивание каскада целей. Мы уже видели эти пять уровней. Вот как это может выглядеть. Вот здесь есть пример того, как могут быть связаны между собой, как это формулируется. Вот у нас есть список целей. Мы ставим птички, что важнее. У нас есть список IT-целей. Мы, опять же, выделяем те, которые нам нужны для достижения целей предприятия. Это наши цели. Заметьте, мы не везде ставим птички. И это будет наша Индия. Ну, вот тут выделено, что пересекается. Ну, не суть. Я просто пробегусь. Это конкретные примеры старого проекта. Вот. Причем еще по Коббиту версии 4. В результате, вот, отразжировав цели предприятия и связанные с ними IT-цели, мы получим некую таблицу разжирования IT-процессов. Тех же процессов Коббита, о которых мы уже говорили. Вот мы видим, что они выстраиваются неким волшебным образом. Сверху вниз идут процессы, упоминаемые наиболее часто. Вот самые верхние участвуют в реализации 7 целей. Самые нижние в реализации одной цели. И справа маленькая табличка процессов, которые вообще в реализации наших целей не участвуют. Исходя из такого вот ранжирования, мы можем нарисовать такую вот страшненькую звездочку. Вот. И даже нарисовать их две с учетом каскада целей предприятия и каскада целей IT. и в результате получим основу для планирования системы управления процессом. Мы поймем, какие процессы на нашем предприятии нам наиболее нужны, какие наиболее критичны. И таким образом сможем построить, спланировать процесс внедрения металлогии Коббит, накрывая наиболее важные для нашего предприятия задачи. Ровно точно так же согласно этому ранжированию впоследствии будут и проверяться процессы, аудироваться. И к более важным процессам будут требования достижения более высоких степеней зрелости. количество важных процессов, например, определит регулярность с периодичностью глубину этого аудита. В любом случае мы будем понимать, что нужно нашему предприятию для того, чтобы успешней выполнять свои задачи, что могут сделать для него IT-специалисты со своими IT-процессами. для того, чтобы нам это все контролировать, еще раз, у нас есть инструменты аудита, это совершенно отдельная тема для Кобита. для предыдущей версии была своя система оценки, она называлась в версии 5 новая версия, новый вариант, новый механизм аудитовской оценки. Сейчас идут слайды с некоторыми общими словами, что подозревается под аудитом, какие критерии могут быть у аудита для Кобита, аудит в рамках Кобита. Я просто хочу проскочить и поговорить немножко о более на мой взгляд важной вещи, а именно о модели оценки процессов. Вот самая модель оценки процессов в 5 Кобите она существенно изменилась. В 4 она называлась модель зрелости и по сути предлагала достаточно описательные описательные атрибуты зрелости процессов. Уровней было, как вы видите, 6, включая несуществующий процесс и достаточно сложно было оценить процесс, любой отдельно взятый процесс, не оборачиваясь на личные пристрастия аудитора. Слишком много было субъективно. Особенно на определении для процессов с достаточно высокой степенью зрелости. Измерим ли он, управляем ли он. Это вызывало достаточно много вопросов. Ну и кроме того, объективно такая описательная структура не конкретная, она не давала возможности получить реальную объективную картину зрелости IT. И в результате размышлений на эту тему еще в 2011 году, то есть за год до выхода методологии, пятой версии методологии, появилась модель оценки процессов. известная сейчас как PAM. Во-первых, она основана на стандарте ISO 15504. Она имеет все те же 6 уровней способности и эти уровни определяются индикаторами определенными, эти индикаторы универсальны для всех процессов. А вот процессы деятельности специфичны для каждого из процессов, но определяют его только первый уровень. То есть, по сути, если ваш процесс не отвечает вот этим вот индикаторам производительности, если он не реализован в полной мере, то он у вас не существует. То есть, нулевой уровень, неполный процесс, все равно что нет. И процесс первого уровня по текущей модели оценки – это уже достаточно зрелый процесс. Он есть, он производит вот те рабочие продукты, которые должен, он измерим, есть метрики, он применяет лучшие практики. Это вполне себе хороший процесс. А вот дальше идут индикаторы возможностей процессов. Причем вот левая половина, на слайде в левом нижнем углу, эти индикаторы производительности, они описываются отдельно для каждого процесса. Они индивидуальны. А вот начиная со второго уровня, индикаторы возможностей, то есть, насколько процесс совершенен, более совершенен, чем просто есть, они общие. И базируются они на называемых рабочих продуктах, на результатах, на атрибутах, единых для всех процессов. Более того, есть определенные правила, что если процесс не достиг, полностью не достиг определенного уровня, то атрибуты более высокого уровня вообще в нем не рассматриваются и не присутствуют. Вот примерно как это выглядит. Да, то есть, неполный процесс, он как бы может быть деятельности есть, но мы его игнорируем. Затем один атрибут процесса существует, внедрен соответственно к своему назначению. Затем два атрибута, связанные с управлением. Установленный процесс, два дополнительных атрибута имеет, значит, он достигает ожидаемых результатов. И эти результаты соответствуют. Ну, то есть, не просто достигает каких-то своих целей, но эти цели соответствуют ожиданиям, что важно. Предсказуемый процесс – это еще два дополнительных атрибута, которые позволяют оценить, насколько процесс не просто достигнет этих ожидаемых результатов, но справится с этим в каких-то критичных условиях, с какими-то ограничениями. Ну, и, наконец, последний высший уровень – это оптимизирующий процесс, процесс, способный к самосовершенствованию и оптимизации. Вот эти атрибуты, они очень четко прописаны. Это не просто что-то эдакое, это конкретные документы, либо части конкретных документов. Это вполне измеримые результаты. И это важно и ценно, потому что это позволяет унифицировать, вообще говоря, аудит, и сделать его более независимым от, ну, скажем так, субъективного взгляда аудитора, чем грешила, вообще говоря, предыдущая версия. Ну, и, в общем, как утверждают знающие люди, эта методика применима к оценке процессов не только в рамках КОБИТа. Особенности модели, ну, я уже говорил, это соответствие стандарту, и это соответствие методологии. Применяются те же самые слова, применяются те же самые терминологии, но при этом, как вы видите, пересечения достаточно мало, ну, как они, собственно, есть, да, нет измерений. Это означает, что сам процесс аудита, он отделен от процесса выполнения, ну, эксплуатации и создания. И вы, ну, так, переводим в простой русский язык, реализуя процесс, вы ничего не сможете сделать для того, чтобы он потом в аудите выглядел хорошо. Он будет выглядеть хорошо в аудите, если он хорошо сделал. Нету ничего, что, чем можно было бы прикрыть прорейхи. Как я уже говорил, аудит – это совершенно отдельная деятельность в рамках КОБИТа. Я очень поверхностно по ней прибегусь, поскольку тема достаточно сложная. Но аудит в КОБИТе очень развит. Это старая КОБИТовская тема, и существует отдельная сертификация на аудитов, на аудиторов. Это отдельный бизнес-аудит процессов на соответствии их КОБИТу. И достаточно хорошо она проработанная. В частности, например, что в ней очень полезно – это то, что одной из основ аудита является выявление рисков. То есть аудита не просто смотрит на то, насколько хорош ваш процесс, но и оценивает, насколько велики риски его применения, и насколько, с другой стороны, он снижает риски деятельности в той части, в которой применяется. В достаточно развитые инструменты самооценки, самоаудита, есть возможность, есть способы оценить себя без привлечения внешних средств. Ну, базовые шаги аудита в этапе поведения достаточно понятны. Это планирование. Сначала самооценка силами компании, затем проверка объективности этой самооценки, верификация, и, собственно, уже сам аудит, оценка зрелости, соответствие критериев, оценка рисков. Сама по себе цепочка деятельности очевидна, поэтому особо останавливаться на ней не будем. Ну, единственное, что я обращу ваше внимание, что здесь присутствует самооценка. То есть для аудиторов КОБИТа важно не только то, что они видят в процессах, но и то, что вы, мы, аудируемые сотрудники IT, и видят в этих процессах, как они сами оценивают степень зрелости своих инструментов. Следующая часть библиотеки – это рекомендации по внедрению. Это отдельная публикация, достаточно объемная, потому что очень серьезно к этому подошли авторы. Базовая схема подхода к внедрению – это такой вот апельсин практически. В нем семь этапов и три уровня управления. Если к этому внимательно присмотреться, мы обнаружим, что, в общем-то, все это любой IT-специалист, когда-то реализовывавший хотя бы какой-нибудь IT-проект, он все это проходил. Просто здесь все это сосредоточено, сконцентрировано. И, кроме того, ну, тут авторы Кобита не оригинальны, они настоятельно советуют даже на не самом большом проекте, даже в внедрении не всего, может быть, Кобита какой-то его части или небольшой организации пройти, тем не менее, не все этапы. И, собственно, вот по уровням на каждый, каждый из сегментов, в принципе, отвечает на один из тех вопросов, которые здесь перечислены, но на своем уровне компетенции, на своем уровне информированности. То есть, что нами движется, зачем нам это все? Мы это понимаем, зачем нам это все? Мы определяем, где мы находимся, какова у нас стартовая позиция. Мы определяем цель, то есть, куда мы хотим попасть. Цели движения. Следующий этап – мы определяем инструменты, пути, как нам достичь, что мы должны сделать для того, чтобы достичь наших целей. И затем, как именно мы должны сделать то, что мы собираемся, для того, чтобы этих целей достичь. Потом мы этих, условно говоря, целей достигаем и оцениваем, смотрим, а удалось ли нам все задуманное. Ну и последний, седьмой этап, достаточно философский, скажем прямо. Кобит, как и весь ITSM, утверждает, что движение – это жизнь. Процессы, инструменты, услуги, IT, бизнес – все это должно развиваться непрерывно. Остановка – это смерть. А значит, закончив какой-то проект, закончив внедрение Кобита, неважно, закончив любую деятельность, какую-то проектную, мы должны придумать, а как нам сохранить в себе и в нашем окружении интерес к дальнейшему движению. Вот, соответственно, эти вопросы, рекомендации к внедрению, раскладываются на три уровня. Уровень первый – это, собственно, проектный уровень. Но здесь это называется программой, поскольку, если мы говорим о внедрении Кобита, то одним проектом, конечно, не обойдешься, это будет группа проектов. И вот этапы реализации проекта. Инициация, то бишь формулирование целей, формирование, так скажем, паспорта, проекта, условно говоря. Выявление возможностей и сложностей, определение вех, планирование, собственно, проекта, выполнение плана, оценка результатов и оценка эффективности. Если проект эффективен, это повод двигаться дальше, если мы говорим о уровне проекта. На уровне обеспечения изменений, хотя на апельсине это более низкий уровень, на самом деле он более высокий. Никто не хочет перемен, но все это знают. А перемены необходимы. И вот здесь опять же те же самые вопросы. Сначала создать желание перемен, а уже потом формировать команду, которая эти перемены будет реализовывать, информировать о движениях, искать исполнителей, исполнять, внедрять и фиксировать достижения. Не просто, так сказать, достигнуть какой-то цели, но и добиться того, на уровне управления изменениями, чтобы это достижение не пропало в туне, чтобы оно двигалось, чтобы оно использовалось. И уровень постоянного совершенствования, хорошо знакомый нам по ITIL, практически прямое соответствие. Семишаговый получается процесс неправильного совершенствования. Я не буду на нем подробно останавливаться, если вы позволите. Наверное, потому что, ну, в ITIL это там какое-то время занимает, да и здесь тоже. Вот, собственно, на этих семи шагах. Я остановлюсь немножко на философской составляющей, если угодно, которая достаточно часто подчеркивается авторами, чуть больше в ITIL и чуть меньше в Кобите, потому что Кобит более конкретен. Я уже сказал о том, что движение должно быть, и именно движение определяет развитие IT. Процесс совершенствования, вот этот цикл совершенствования или процесс непрерывного совершенствования, это тот инструмент, который позволяет желанию развиваться, превратиться в конкретные действия, конкретные решения. И что очень важно, в рамках этого процесса, вот в это самое совершенствование вовлекаются все сотрудники компании, все участники бизнеса, а не только айтишники, как мы к этому привыкли. В ITIL, прошу прощения, в Кобите эта деятельность разбита по нескольким процессам, а вот в ITIL есть отдельный процесс, и я просто сейчас немножко сделаю ремарху в ту сторону, потому что там он написан достаточно хорошо, и он предлагает там соответствующие инструменты для достижения. Но что важно, еще раз подчеркивается мысль, которую я всегда стараюсь донести до слушателей, даже в таком коротком разговоре, как наш сегодняшний, желание двигаться вперед должно быть всеобщим. Если только вы хотите лучшего, то не будет даже хорошего. Только когда все участники деятельности стремятся к совершенству, нет совершенства не будет. В IT это особенно заметно. IT это абсолютно командная игра. Только в очень маленьких компаниях айтишник может быть единственным. Когда же у вас есть IT подразделения, IT служба, когда у вас десятки, иногда и сотни человек, только совместными усилиями, направленными в одну сторону, вы сможете улучшить и свою жизнь, и жизнь своей компании. И это очень важная часть IT-сэн в целом, Кобита в частности, которая не всегда, к сожалению, подчеркивается на курсах. Я в меру своих скромных сил стараюсь это немножечко поправить. Вот. Дальше у нас продолжим разговор. Осталось немного. Собственно, дальше это сертификация специалистов по Кобиту. В принципе, она схожа с сертификацией специалистов по IT-у. Есть foundation level и implementation level. То есть, ну, аналог, бываете ли, к тебе летелем, базовый уровень, достаточно простой, общее знакомство с принципами. Уровень внедрения – это один уровень сертификации, скажем так, и он уже более сложный, и в основном изучают цельные механизмы внедрения и детали факторов влияния именно с точки зрения того, как их удобнее внедрять. И это совершенно отдельный статус – внедрец Кобита. Но нельзя сказать, чтобы это вот как бы было очень популярно. А вот оценки с сертификацией – это уже серьезно. Как я уже говорил, Кобитовский аудит – это, ну, еще не стандарт, но близок к нему. И это востребованная на рынке услуга. Правда, не уверен, что она у нас хорошо востребована, но вот на Западе точно совершенно востребована. Там очень много компаний, внедряющих Кобит. Кроме того, аудитор Кобита – это, по сути, человек, способный аудировать компанию на соответствие целому ряду IT-стандартов. И 15504, и 15504 – это не единственные из них. И это достаточно сложная сертификация. Я не готов вам сказать, сейчас существует ли возможность пройти соответствующее обучение в нашей стране. Я не удивлюсь, если такой возможности нет. Но если кто-то планирует связать свою жизнь с Кобитом, то вот получить сертификат аудитора Кобита – это, наверное, та цель, которой нужно стремиться, по крайней мере, в средней срочной перспективе. С самого начала я сказал, что одна из задач сегодняшнего вебинара – это предупредить вас о том, что в конце этого месяца в специалистке будет проведен курс по основам Кобита. Это, ну, нельзя сказать, не будет неправда сказать, что это сертифицированный курс, но он полностью соответствует сертифицированному. И его содержимое, и все методы проведения и так далее – все это позволит желающим сдать экзамены по основам Кобита. Ну и, соответственно, курс этот, конечно, нужен тем, кто в Кобите заинтересован – сейчас или в будущем. несколько буквально слов о том, чем Кобит-5 лучше Кобита-4. Почему я, с чем необходимым, включить этот слайд? Кобит-4 достаточно распространен, и его элементы очень популярны, и даже в нашей стране довольно много компаний используют некие, так сказать, какие-то идеи из Кобита-4. Тот же каскад целей хотя бы, который в четвертом был, но немножко другой и в другом месте. Соответственно, Кобит-5, базируясь на четвертом, тем не менее сильно от него отличается. Если вы не имеете дело с четверкой, то будет достаточно сложно, потому что 5-й Кобит больше, просто физически больше. Он включил в себя две книги, которые не являлись формально, не являлись частью методологии в версии 4. Он более строен, более логичен, хотя, скажем так, я уже обращал внимание, продолжает развиваться, но все его части связаны между собой понятным и непротиворечивым образом. Это позволяет его применять более широко, чем можно было применять четвертый Кобит, в котором просто не было некоторых вещей. Но это, опять же, делает само применение больше, более сложным. Пятый Кобит гораздо лучше, так сказать, связан с миром, в том числе с ITIL, просто за счет того, что напрямую указывает связанные методологии. То есть, если вы, познакомившись с библиотекой, обнаружили, что что-то в ней недостаточно подробно, недостаточно детально, с вашей точки зрения, описано, вы с высокой степенью вероятности сможете прямо тут же найти ссылку на документы, на своды знаний, где эти вопросы описаны более детально, более с вашей точки зрения профессионально, и сможете, так сказать, эту задачу для себя решить. Ну и гораздо меньше философии стало в самой библиотеке, стало больше практических советов, конкретных практик, конкретных рекомендаций. Ну, с моей точки зрения, это безусловный плюс, что стало больше конкретики, и безусловный минус, что стало меньше вещей высокоуровневых, объясняя, ну, скажем так, подталкивающих к пониманию, какое место Кобит должен занять в жизни вашей компании. Мне это кажется важно, но я подчеркну, это мое личное мнение. С ним можно не соглашаться. Ну, вот как-то так. Содержательная часть нашей с вами встречи. Мой монолог закончен. Вот вы можете сейчас пройти тест. небольшой, крошечный, для того, чтобы, ну, убедиться, что из этих полутора часов эти полтора часа не прошли совсем зря. Ну и я готов ответить на ваши вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Коллеги, какой-нибудь тест появился на экране? Ага. То я его первый раз запускаю, уж не извините. Ну хорошо, тогда отвечайте на вопросы, а я буду ждать ваших вопросов после окончания теста. Я думаю, там 5 вопросов, минут 5-7 вам будет достаточно. Так. 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 Продолжение следует... 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 именно по восходящей управленце информационных технологий, и если, дай вам бог удачи, вас с этого пути никто и ничто не собьет, то Кобит вам будет необходим, потому что он дает инструменты, не просто советы как айтел, а инструменты взаимодействия с бизнесом, то без чего на определенном этапе ваша эффективная деятельность как управленца будет невозможно. Ясно, спасибо. Но для изучения, безусловно, айтел проще, проще, понятнее, хотя цепочка изучения более длинная, там получается 6 курсов, полный цикл, и это надолго. Но для старта, для общего понимания того, что такое процессное управление, что такое сервисный подход, как это реализовать на конкретном месте, а эти, безусловно, тут выигрываете. Но Кобиту? Кобит необходим управляется, менеджеру Кобит необходим. Но он выходит за рамки только айти судьбы, да? Да, совершенно справедливо, очень хорошую формировку подобрали, но он выходит за рамки айти. Это принципиально для методологии в целом, она не айтишная. А, вот это мне... А, методология айти внутри бизнеса. Существование Кобита объясняется тем, что процессы, внутренние айтишные процессы, имеют свою специфику, очень сильно отличающуюся от бизнес-процессов в других подразделениях. Но эта специфика там внутри и заканчивается. И для того, чтобы связать айти-процессы с процессами в других подразделениях, с финансовыми, бухгалтерскими, логистическими, HR-овскими, необходим некий интерфейс, некое преобразование целей и задач одних процессов и связание их с целями, задачами других процессов. Вот этим интерфейсом инструмент, позволяющий построить этот интерфейс, дает Кобит. Причем уже конкретный инструмент. Айти говорит о том, что это необходимо делать, и процессы айти нужно строить в интересах заказчика и иметь в виду, что нам надо будет синхронизироваться. Но конкретного инструментария там практически нет. Айти – это чисто айтишная вещь. А Кобит этот инструмент дает. Ясно. Да, спасибо. Пожалуйста. Очень полезно. Еще вопросы есть, коллеги? Я вот вижу тут, а уже со мной прощаются. Да. Ну, хорошо. Если вопросов больше нет, то всем большое спасибо, что вы были на нашем вебинаре. Компания «Специалист» будет рада видеть вас на наших курсах. Пойти и не пойти. Опять же, если больше нет вопросов, то всем большое спасибо. Всем всего хорошего. Продолжение следует... Продолжение следует...